И о ситуации в мире. Второй общенациональный локдаун приведет к дальнейшему спаду экономики Великобритании. Такие неутешительные прогнозы сделал Банк Англии. По мнению аналитиков, возрастет уровень безработицы, а нестоявшаяся сделка по Brexit негативно отразится на торговых операциях с ЕС. О второй волне коронавируса и ее влиянии на Соединенное Королевство расскажет наш лондонский корреспондент Галымжан Карамануэ. В первый день локдауна небо Лондона перекрасилось в пурпурно-красный цвет. Преобразилась и река Темза. Но местные жители совсем не рады такому редкому природному явлению. Второй общенациональный локдаун подпортил планы миллионам. Центральные улицы стали менее оживленными. Людей просят по возможности перейти на удаленку. Открыты только аптеки и продуктовые магазины. В супермаркетах никаких ограничений на продукты нет. Даже полки с туалетными бумагами, которые, кстати, были в дефиците в первый локдаун, изобилуют ассортиментом. Здесь главное не забыть надеть маску. Иначе персонал в лучшем случае может просто сделать напоминание, а полиция в худшем случае оштрафовать. Новый локдаун в Англии немного отличается от весеннего. Можно заниматься спортом и гулять без ограничений. Работают школы и университеты. Кроме того, жителям можно встречаться на улице с одним человеком, с которым он не живет в одном доме. В этот раз я чувствую себя немного более подготовленной. Главное не терять позитивного настроя. Я могу гулять в парке. Кроме того, у меня есть хорошая еда в холодильнике и хорошее вино. Это скорее губительно, чем полезно. Если подходить к вопросу с точки зрения анализа затрат и выгод, это просто убыточно. В Банке Англии заявили, что после второго локдауна экономика Великобритании в четвертом квартале сократится на 2%. За год она просядет на рекордные 11%. Во втором квартале следующего года безработица достигнет пика и составит почти 8%. О мерах поддержки рассказал министр финансов. Восстановление экономики замедлилось и экономические риски смещены в сторону снижения. Учитывая эту неопределенность, я считаю, правильным продлить программу оплачиваемый отпуск до конца марта следующего года. Правительство будет продолжать выплачивать оставшимся без работы людям до 80% их заработной платы. Помимо экономических потрясений, Великобритания уже в ближайшие месяцы столкнется с риском торгового шока из-за Брексита. До сих пор Лондон и Брюссель не смогли найти общий язык. По мнению аналитиков, даже если сделка состоится, торговля с ЕС все равно пострадает. Халмжан Хараманула, Великобритания, Лондон, специально для Хабар-24.